Приветствуем вас и в этом видео мы с вами разберемся, как работает функция MasterSlave. Функция MasterSlave позволяет дублировать сделки с одного счета на другие. Итак, для начала давайте настроим наши счета. Для этого откроем окно «Позрачный контрол» и перейдем во вкладку «Аккаунт». Итак, двойным кликом по счету у нас открывается такое вот окошко с настройками данного счета. И здесь в поле «Roll» нам необходимо указать счет Master либо Slave. Счет Master – это основной счет, и именно с него трейды будут дублироваться на все счета Slave. Итак, для счета «Тест 1» выберем «Мастер» и нажмем «Apply». И для всех последующих счетов выберем «Roll Slave». Таким образом, со счета «Тест 1» все трейды будут дублироваться на счета Slave. И далее мы переходим к торговому модулю. Отметим, что функция MasterSlave также работает и в модуле «Трейдинг дом» в торговом стакане. Итак, здесь в меню «Setup» мы открываем окно «Slave Accounts» и добавляем наши слейд счета. И далее указываем мультипликатор или коэффициент. Он определяет размер позиции на слейд счетах. Предположим, что на основном счете мы хотим торговать двумя лотами, а на счете слейд – тремя. Для этого указываем мультипликатор 1,5. И нажимаем «Add». А, предположим, что на счете «Тест 3» мы хотим торговать четырьмя лотами. Для этого указываем мультипликатор 2, то есть в два раза больше. И закрываем данное окно. И в левом верхнем углу мы видим список наших слейд счетов. Итак, давайте для примера откроем сделку «Buy Market». Сразу отметим, что перемещение защитных ордеров доступно лишь спустя 10 секунд после их выставления. Итак, в окошке «Slave Accounts» мы видим наши открытые позиции по слейд счетам на 3 контракта и на 4 контракта, соответственно. В окошке «Open Positions» мы можем видеть все наши открытые позиции по всем счетам, их объем и результат. Если мы кликнем по одному из слейд счетов, то можем легко перейти к данному счету. Например, кликаем по счету «Тест 3» и переходим к данному счету. Либо то же самое можем сделать через окошко «Open Positions». С легкостью переключаться между разными счетами. Так, предположим, что мы захотели закрыть эту позицию, но мы хотим закрыть ее лишь на основном счете и на счете «Тест 2». Для этого мы деактивируем счет «Тест 3» и нажимаем «Trade Out». Отметим, что кнопка «Trade Out All» на мастер-слейд счетах не работает. Видим, что позиции на основном счете и на счете «Тест 2» у нас закрыты, а позиции на счете «Тест 3» у нас осталось открыты. На этом все. Если у вас остались какие-либо вопросы по функции «Master Slave», обращайтесь в нашу техподдержку. Контакты можете найти в описании под видео. Благодарим за внимание и хорошего дня.